Такова судьба, вот близкий человек болеет. Иногда близкие люди вообще умирают, даже не болеют. Иногда психически болеют, ничего не соображает человек. Это просто судьба такая. Чтобы победить судьбу, нужно понять, что судьба живет в сердце человека. То есть, если вы страдаете от того, что он болеет, это ваша судьба. Судьба живет в сердце, и она соткана из звука. Она звучит в сердце, вызывает память. Память вызывает боль. То есть, вы помните, что так вот близкий человек говорит, вам больно. И вы этим живете, боли в этой живете. Так вы живете своей судьбой. Есть еще энергия Бога, которая также звучит. И когда человек в звуке произносит имя Бога, или славу ему, хвалу произносят звуки, этот звук соединяется с памятью о Боге, или о святых людях, или о священном писании, вот у него все соединяется в одно целое. Звук и память о Боге. Потому что иногда человек Бога произносит, но не помнит о нем. Иногда помнит, но не звучит. Вот когда он одновременно произносит слух Бога, молится, и помнит о нем, то в это время включается сила, которая называется разум. У человека включается сила, которая становится сильнее памяти о себе. И человек постепенно, с помощью вот этого звука, с памятью о Боге, он побеждает память о себе, звучание судьбы начинает гаснуть. И первая стадия победы над судьбой – это легкость сердца. Человек начинает чувствовать, что все будет хорошо с моим мужем, он вылечится, все будет хорошо. Первая стадия победы – это ощущение. Но хорошо не становится при этом, но уже легче жить, ощущение хорошее. Вторая стадия победы над судьбой – это человек продолжает молитву, звучит голос, он произносит молитву, и он помнит о Боге в это время. Чтобы легче это делать, можно включать тех, кто молится, там звук, и с ними вместе повторять, чтобы не отвлекаться. На второй стадии, вторая стадия победы – первый круг судьбы внутри меня находится, в моем сердце. Второй круг судьбы находится между нами, вот между вами и вашим мужем. Его болезнь дальше находится. Первая стадия болезни – это внутри вас. Вам становится легче, вы чувствуете, побеждаете. На второй стадии – между вами болезнь, между вами и мужем. Вы начинаете молиться, и у вас приходит знание в сердце. Что делать? И может быть два варианта этого знания. Первый вариант – он никогда не вылечится, но можно так себя вести, что он будет счастлив в этой жизни, несмотря на болезнь. Первый вариант – знание. Второй вариант – знание, что его можно вылечить. И как? На втором круге – сначала спокойствие, потом знание. А потом изменение внутри человека. Измерение внутри человека бывает двух видов. Первый вид изменений – человек понимает, начинает понимать, что ему делать, чтобы вылечиться. Или он понимает, что ему вот так жить, и понимает зачем. То есть он принимает такую жизнь, какая есть, и учится быть счастливым в ней. То есть третий круг побед над судьбой – это вы своей молитвой вызываете в нем такие изменения, что он принимает свою судьбу и становится счастливым, несмотря на то, что у него есть какой-то недостаток в жизни, допустим. Это проблема. Если вы меня спрашиваете, допустим, я могу вам сказать, что здоровье дает природа, но с ней надо учиться контактировать. Вот если пришел на природу, сел, она в тебя не зайдет. Чтобы над природой контакт установить с стихиями, которые дают здоровье, для этого нужно делать одно из трех. Или пост. Вот, допустим, человек двигаться не может. Он должен поститься на природе тогда. И тогда энергия природы входит в него и вылечивает. Второе – это неподвижное положение тела. Человек, допустим, ходить не может, но он зато может стоять неподвижно. Или сидеть. Деревья дают также эту энергию статического, победную статическую энергию. Можно рядом с деревом неподвижно сидеть. И это стихии природы, которые лечат человека. Нам не хватает энергии для выздоровления. Понимаете? Энергии просто. Вот все в организме есть, чтобы вылечить. Но сил нет. Эта сила берется от природы в аскезе. Человек сидит возле дерева, допустим, полтора часа, его психика наполняется вот этой энергией, победной судьбой. И он начинает вылечиваться. И длительное непрерывное движение на природе также вылечивает человека. Три вот эти вида аскезы продлевают жизнь человека. Молитва сама по себе освобождает болезнью. Болезнь теряет силу от молитвы. Есть, понимаете, есть энергия времени, которая наполняет болезнь. Она как подливает масло в огонь. Но когда человек молится, масло уже в огонь не подливается. Огонь горит слабо, потому что молитва гасит саму идею болезни, как бы саму проклятие, эту силу наказания гасит молитвы. И дальше уже собственные усилия человека быстро срабатывают. Отчаяние указывает на то, что вы не справляетесь с этим объемом своей судьбы. Вот вы, допустим, находитесь сейчас в отчаянии. Это признак неправильного мышления. Вот, допустим, у меня кухня грязная, это моя судьба. Я могу быть в отчаянии, но это не поможет мне ее вымыть. Я просто иду и мою. Это правильное поведение. Отчаяние само по себе не помогает вымыть. А если я принял грязную кухню, сначала принятие идет. Вот мне по судьбе положено такого мужа. Принятие это первый шаг к победе, значит, уже дальше будет лучше. Вы приняли, если, значит, вы уже приближаетесь к его вылечиванию. А если в отчаянии, значит, вы ленивым состоянием, вы ленитесь. Спасибо.